Кто из вас, стоя в очереди, чтобы оплатить свои покупки, замечали за собой, что почему-то ваша очередь всегда медленно продвигается, чем остальные. Почему-то получается, когда вы подходите к кассе, всегда по какой-то причине попадается вам стажер, а те, кто едут и спешат на работу, вы посадитесь в маршрутку, которая медленнее всех едет. Вы едете в маршрутке, а другие с таким же номером обгоняют вас. Что происходит в вашем сердце? Когда вы разговариваете с детьми, а они вас в прострации не слышат, женщины, что происходит, когда вы приходите в комнату, а ваш муж раскинул свои спотни, свои носки и все остальное по всем местам, как бы так вот. Вы спросите, может быть, такой грех избежать? Избежать такой грех, как гнев, раздражение, возражение, срыв, ярость, свепость. Можно ли избежать в таком состоянии, когда вы стоите в очереди, едете в маршрутке и смотрите со своими детьми, разговариваете с своими детьми, они вас игнорируют? Или муж, который раскинул все свои вещи или свои инструменты и не подобрал? Можно ли? Я скажу, это часть нашей жизни стала. Сегодня это часть нашей жизни, которую на самом деле мы проходим. И сегодня я хочу поговорить именно и продолжить тему грешить или не грешить. Это третья тема и будет еще одна. Но в предыдущих темах мы говорили о лжи, что даже если общество привыкло или же, можно сказать, предоставляет атмосферу того, что здесь не солгал, не кинул, не прожил, то Бог на эту ситуацию лжи смотрит немножко по-другому. Мы также в прошлую субботу говорили о состоянии, когда мы знаем истину, знаем правду, но не всегда, что истина и правда должна быть озвучена. Мы говорили о сплетнях, которые разрушают общество и нарушают отношения между друзьями. Сегодня я хочу говорить за не менее, как бы сказать, не менее проблематичным ситуацией, как гнев. Вы знаете, гнев это то, что мы чаще всего имеем такое как бы нисхождение. Например, такое мы говорим, если бы ты так себя не вел, если бы ты себе так не говорил, если бы себе так не позволял, я бы в данной ситуации ничего бы не сделал. Кто из вас был, попадал в такие ситуации, таким был жертвой такого общения? Если бы ты не сказал, если бы ты ничего не сделал, такого бы больше не произошло. Многие из нас. Сегодня не менее важная тема – гнев, раздражение, возбуждение, срыв, ярость, свирепость. Мы с вами привыкли к тому, что есть большие грехи в обществе. Мы привыкли к краже, коррупции, алкоголизм, наркомания, проституция. Мы с ними боремся. Но с теми вещами, с которыми мы привыкли в нашей жизни, мы почему-то соглашаемся с этим. Мы стали привыкшими к этим вещам. Но Бог хочет смотреть нашими глазами на эту проблему и говорить о том, что Он думает об этом. Знаете, когда мы говорим о гневе, чаще всего мы подозреваем, что это проблема мужчин. Это действительно мужская проблема. Мы понимаем, что ярость, гнев приводят мужчин к выплескиванию своих эмоций. Это заканчивается либо бойней, либо кулаками, дракой, защитой. Мы, как мужчины, пытаемся защитить свою честь, честь своей семьи, нашего города, нашей футбольной команды и так далее. Но сегодня проблема гнева, ярости и срыва не только приходит в общество через мужчин. Мы привыкли, что это мужская проблема. На самом деле это сегодня и женская проблема, с которой мы сталкиваемся. Особенно, когда ты пойдешь на привоз, начинаешь с кем-то торговаться, тебе прямо это говорят в лицо. На самом деле это проблема, с которой мы сталкиваемся. Однажды еврей женился на украинке и после свадьбы говорит, «Если я после синагоги прихожу, у меня кипа с правой стороны, налива мне борщ, у меня хорошее настроение. А если я приду, у меня будет с левой стороны, я честно так устал, лучше как бы... Но когда я приду, и у меня кипа будет на лбу, она говорит, «Мне не важно, где будет у тебя кипа, но если ты откроешь двери и увидишь меня в такой позе, лучше не говори». Проблема на самом деле нашего общества внутри и скрытая внутри. Когда мы говорим о гневе, давайте мы посмотрим не на реакцию, не на то, что может быть оправдывает наше поведение в данном вопросе, но посмотрим на корень проблемы. Важно понимать, что всякий гнев, не всякий гнев приводит к плохим последствиям, не всякий гнев приводит к тому, чтобы срываться и выклескивать свои эмоции в негативном положении. Мы прежде всего должны понимать, что гнев сам по себе не является греховным. То есть переживание гнева, то, что мы переживаем, само по себе не является греховной позицией. Результат, то есть к чему приводит нас гнев, это вот общий, суммирующий, что привело к плод этого гнева, он либо к праведности нас приводит, либо приводит нас к греховному состоянию. Можно сказать, что праведный и неправедный есть гнев. Вы согласны с этим? Надо понимать, что есть праведный и неправедный гнев. Рав Шиул, Павел пишет послание верующим к Ефесе, в Ефесе, 4 глава, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не взойдет во гневе вашем». Мы так хорошо любим цитировать это место Писания, мы говорим, вот я до утра, как бы, вот как бы, все, у меня будет нормально. «Гневаясь, не согрешайте, да не взойдет солнце во гневе вашем». Но мы забываем последующий стих, который говорит, 27-й, «Не давайте место дьяволу». Смотрите, есть момент, когда мы гневаясь, вы не грешите, чтобы дьявол не имел места у вас. Не доводите себя до какой-то кондиции. Вот греческое слово, которое там использует «место», вот «не давайте место», да, означает больше, например, давать, отдавать, поддаваться, выдавать, раздавать, наделять, уступать, позволять. «Место» – это пространство, местность, область или страна. Одно слово используется, вот «место». И можно сказать по-другому, не уступайте ваше правое дело вашу праведность врагу. Гневаясь, не позволяйте врагу забрать вашу праведность. Этот момент очень важный, потому что мы будем разделять это состояние гнева на праведную сторону и неправедную сторону. В начале книги «Бытие», «Барашид», мы видим историю, которая печальная история, гнев одного брата против другого. Это первое такое состояние, где выразился гнев. Я прочитаю то место, когда не был дар Авеля, вернее, Каина не был принят, Авеля был принят. И Каин, он внутри начал переживать. Я буду читать из Танаха, там написано немножко по-другому, чем в полной Библии или же в нашей Библии, которую мы привыкли читать. Там в Танахе написано. «И досадно стало Каину очень, и поникло его лицо. И сказал Господь Каину, почему досадно тебе? Почему поникло твое лицо? Ведь если будешь добро творить, простится тебе. А если не будешь творить добро, при входе грех лежит. И к тебе его влечение, ты же владствуй над ним». Как интересно, что вот если ты, у тебя гнев, ты разочаровался, у тебя ненависть пришла, то, говорит, делай добро. Но, делай добро, если ты не будешь делать добро в своем гневе, тогда стоит дьявол, который хочет вкрасывать твою жизнь и господствовать в ней, в ней. Но, говорит, но ты господствуй на ситуации. Я хочу говорить, что несколько разрушительных путей, какие мы можем использовать для себя, как гнев разрушает нас. Первое, мы понимаем, это экстраверты, люди, которые экспрессивны, они выражают свой гнев импульсивно, как бы, есть такое слово, выливают этот гнев. Многие люди, они просто не могут сдержать свое негодование, свой гнев, они выражают его сразу, и всем становится плохо. Всем становится плохо. Притча 29.11. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Глупый человек, то есть, не просто, что он не соображает, что делает, а экстраверты, он выливает этот гнев, мгновенно, не думая о последствиях, что будет потом. Ему не важно, что о нем, как этот гнев будет влиять на людей, на него, на обстоятельства, мы все равно. Встречали людей таких, даже у вас на работе где-то вы были, если что-то не так, что-то произошло плохое, люди говорят, все, я ушел. И как там, расскажет тебе, что он о тебе думает, и все, ушел. Ему все равно, какие будут дальнейшие последствия. Поэтому говорит, глупый человек выливает свой гнев, мудрый же сдерживает его. Могу говорить о том, что взрывного характера люди чувствуют себя хорошо, после того, как они выразят все. Они себя очень хорошо чувствуют. Они все выклали тебе, все рассказали, и уходят от этого конфликта удовлетворительно. Что они все сказали. И потом говорит, ну я такой, мне нужно все высказать. Но ты высказал, а как другим людям? А ему все равно. Вот почему гнев, он становится разрушительным для человека в общении с Богом. Потому что мы, когда экспрессивны, экстраверты, мы выразили свой гнев, выразили свою ярость, выразили свои негодования, мы не думаем о том, как эти слова, которые мы высказали людям, повлияли на них, потому что это разрушительная сила для другого человека. Поэтому Бог говорит о том, чтобы мы не давали место дьяволу, чтобы мы сдерживали себя. Есть также понятие, которое, это интерверты, люди, люди, которые внутри себя, они удерживают гнев внутри себя. Мы читали только что, а мудрый сдерживает его. Мудрый человек, это не то, что он взял в себе свой гнев, затолкал. Знаете, такое состояние, вот затолкал здесь внутри, и вот сдерживает себя. Я не импульсивный человек, то есть я не высказываю так весь свой гнев, и моя Татьяна может подтвердить этому. Но я не святой человек, я не то, чтобы так не выражал свой гнев, но то, что состояние, мы говорим здесь внутреннее, когда человек заталкивает свой гнев, и внутри он переживает. Но знаете что? Я хочу говорить, что здесь в Писании говорят такие слова, 23-й Псалом, 3-й стих. Когда я молчал, когда молчал я, истлели кости мои в криках моих вседневных. Когда я молчал, Давид говорит, когда я молчал, то, то, что внутри меня, то, что разбивало меня, я кричал внутри, от той боли, которая я себя как бы вот сдерживал. Гнев – это такое чувство, которое ты переживаешь, это затрагивает твои эмоции, это отношения. Но на самом деле человек, который внутри удерживает свой гнев, он ничем не отличается от того, кто выплюнул его наружу. Почему? Потому что внутри себя мы уже как бы представили, что бы мы людям сказали, что бы мы выразили, что бы мы могли ему напихать и, знаете, вот сказать, и когда эти люди приходят, мы внутри и кажем все-таки хорошо святые, а внутри только Бог знает внутренность человека. Разница между тем, кто выплюнул все и тем, кто внутри сложил, но спланировал какие-то планы, не имеет большой разницы. Но в самом деле с этой проблемой необходимо разрешиться. можно перефразировать, когда я сжимал свои эмоции внутри меня, тогда я мучил и сокрушал душу мою весь день. Когда я сжимаю, я мучаюсь весь день. Есть хорошая притча, сказанная Мессией о пропавшем сыне. Мы говорим блудный сын. Я не так не люблю это слово блудный сын. Я люблю больше говорить слово о том сыне, который был пропавшим, который был найден. Эта притча рассказывает, как молодой юноша расточил свое имущество, то есть взял свою часть имущества, расточил, его растратил, оказавшись свинопасом, голод принудил его раскаяться, возвратиться домой. Надеясь на милость быть только рабом в доме отца своего, на свое удивление он получает больше, чем он ожидал. Он получает любовь отца, его прощение, он получает нарядную одежду, перстень власти, и мало того, в честь него был сделан большой пир. Это картина нас, это хорошая картина, картина, когда мы возвращаемся к Богу, что мы много в этой жизни расточили, и эта картина возвращения нас, те, кто были далеки от Бога, которые расточили свою жизнь, и возвращение к Богу. Но мы забываем еще иногда вторую часть нашей жизни, там в этой притче описана вторая часть нашей жизни, я думаю, что это говорится от тех, кто верующий, которые а люди, которые не потратили попросту деньги, да, вот сын, который не датил имущество отца, не перечил отцу, это сын, который был хороший домочадец, который все делал как нужно, увидев некую несправедливость, которые были оказаны ему младшему, сыну, который, вернее, брату младшему, он увидел несправедливость относительно себя, и вот эта история показывает нечто, что происходит с старшим братом, который был верным во всем доме отца, и вот смотрите, и Лука 15 глава 28 стих, что написано там, Лука 15 глава 28 стих, он осердился и не хотел войти, что такое осердился, как кто понимает, что такое осердился, огорчился, разгневался, внутри он психанул, ну как бы сразу скорая помощь, внутри он был полон гнева, и по этой причине он не пошел в дом, отец отец ему с ним разговаривал, но это было бесполезно, можно сказать, что это состояние контролируется внутри, многие из нас, которые интерверты, которые внутри погашают свою гнев, ненависть, они как будто контролируют свою ситуацию, кто из вас может сказать, что я сдерживаю себя, я контролирую всю ситуацию, два человека, я честно, три, я хочу сказать, что я внутри, я не экспрессивный человек, я не выражаю свой гнев наружу, какими-то криками, угрозами, и все остальное, я внутри, кажется, я контролирую всю ситуацию, но на самом деле чувства, я объясню, в чем опасность вот такого состояния, первое, это может кончиться инфарктом, да, так, чтобы будет нормально, это не означает, что нужно пойти домой, все высказать жене и детям и так далее, это не означает, что не было инфаркта, получайте, это не нужно так делать, закончится тем, что это мучает тебя сильно, всякая несправедливость, всякое обстоятельство, которое ты переживаешь внутри, имеешь гнев и удерживаешь, они мучают человек, потому что с тобой несправедливо поступило, ты разнервничал, едешь домой, в маршрутке, на тебя смотришь со стороны, ты внутри себя накручиваешь, со стороны подумаешь, что тебе нужна скорая помощь, а вот на самом деле рано или поздно, рано или поздно, вот то, что ты сталкиваешь внутри, вот этот гнев, непонимание, раздражение, рано или поздно даст выстрел, мой отец любил говорить такие слова, в тихом омоте черти водятся, он был неверующий, поэтому любил говорить, он чаще всего обо мне так говорил, что я ничего не высказывал, ничего не нервничал, не кричал, не дрался, он говорит, да-да, спокойно-спокойно, в чистом омоте, в таком черти водятся, имеется в виду, что в тихом-тихом, что ничего-ничего, а потом выстрелится, оно так и было в моей жизни, что и приходили некоторые моменты, где мне приходилось вылить этот гнев, и на самом деле после всего ты не чувствуешь себя победителем, ты чувствуешь еще хуже себя, потому что ты не сконтролировал, может быть, ты должен был контролировать все, но это все пошло как ты хотел, это причина, что мы не можем сконтролировать, и очень часто в Писании мы читаем, что гнев сравнивается с огнем или же пламя, гнев как огонь, который разжигается, мы, и знаете, сегодня, если подумаешь о костре, да, вот, или же об огне, я когда вспоминаю об огне, сегодня минус 13 или там 12 градусов на улице, сразу чувствуешь, ааа, тепло, хорошо, хорошо, погреться бы возле камина, там еще что-то, сварить кофе, сесть рядышком, тебе хорошо, но если вы подумаете о том, чтобы разжечь этот огонь посреди своей комнаты, то это будет опасность, да, вот, и гнев такая же самая вещь, вроде бы, с одной стороны, Владимир, оно как бы хорошо, что оно, как бы, праведный тот гнев, да, что, как огонь, но если его, ты разжижешь у себя дома, это становится опасностью для окружающих тебя, смотрите, как нам возможно, чтобы огонь гнева не был разрушительным, но созидательным, возможно ли, чтобы этот огонь гнева, который внутри нас, мы переживаем, мог бы быть созидательным, а не разрушительным, конечно же, можно, первое, если мы переживаем этот огонь гнева, вспышку гнева, нам всегда надо уметь затушить его, возможно ли затушить вспышку гнева, конечно, это возможно, нам нужно находить пути, как устранить корень гнева в данной ситуации, как верующие люди, Бог нам дал новый разум, обновленный, и способность смотреть ситуацию и найти корень этого гнева, найти корень вспышки, притчи 17-14, начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она, какое давление воды на дамбу, оно очень большое, ссора, как прорыв, он возьмет на пути, будет сметать все подряд, но если, он говорит, Писание говорит о том, что оставь ссору, прежде нежели она разгорится, самообладание, это великий дар, но многие говорят, ну я такой, какой я есть, мне такой Бог сотворил, ну не могу я сдерживаться, ну не умею удерживать свой язык, ну не умею вскрывать свое негодование, а вам скажу, что у каждого из вас, хотя самообладание является даром, дар от Бога, он у вас есть, у каждого из вас есть, вы будете со мной спорить, но я вам покажу, это очень просто, когда вы в разговоре, в ссоре, начинаете с кем-то обсуждать ситуацию, вы в гневе, вы начинаете наезжать там на свою супругу или на своих детей, как по какой-то причине, этот гнев поднимается, и вдруг во время вашего разговора, интенсивного, возбужденного, раздается телефонный звонок, алло, а, рэб, это вы, здравствуйте, ой, слава Богу, как это хорошо, завтра будем, то процента мы все будем, аллилуйя, слава Богу, и тут раз, мы там будем, ложится трубка, и понеслась душа, да, вторая часть, я спрашиваю, что это такое, а сказывается, все возможно, мы можем остановить ссору, когда она только началась, мы способны, и у нас есть чувство самообладания, но по какой-то причине, мы не даем себе, как бы причину остановиться, для тех, кто за рулем, вам тоже, особенно сейчас, надо большое обладание и благодать, я хочу сказать о себе, я замечаю за собой некоторые вещи, когда тот от тебя подрежет, когда перед тобой развернуться, когда пешеход не там перебегает, а потом еще тебе показывают, средний палец, хочется обратно сказать, покрутить возле головы, там что-то еще сказать, открыть окно, я замечаю за собой, что я пытаюсь что-то внутри, что-то высказать, иногда высказывать, вот идиот, а потом думаю, а кто из них, о себе, потому что для меня, ну как бы сказать, это не в моем темпераменте, как бы это обзывать людей, что-то еще, но знаете, понимая, что мы живем в такое время, мы должны помнить, что у Бога есть, не только принципы, у него есть предназначение для нашей жизни, принципы, чтобы мы были чисты, почему бы нам не подумать по-другому, человек, который тебя, перед тобой встал на перекрестке, либо который на скорости пронесся возле тебя, человек, который перебегал дорогу, и ты сам очень спешил, почему не представить себе, что у него есть причина это сделать, почему не дать себе право на сомнение, что он это делает не специально, а у него есть причина это делать, может быть, как верующие люди, нам нужно думать о том, что человек, который спешит, куда-то, он просто не смотрел и бежал просто по причине, там, кто-то, может быть, у него заболел, либо что-то случилось с ребенком, дать себе право на ошибку о мнении этого человека, и сказать, у него есть большая причина это сделать, чем мне просто разгневаться, может быть, для нас это не позволительно, но я хочу сказать, Яков пишет, всякий человек, ты и я, всякий человек, Яков 1.18, всякий человек, да будет скорное слышание, медлен на слова, и медлен на гнев, всякий, это кто? всякий, каждый из нас, причина, почему, он говорит, должен быть, он медлен на слова и медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды, причина гнева, который у нас есть, этот гнев не сотворит никакой правды, и по этой причине, когда мы начинаем высказывать какие-то слова, какие-то гнев, недовольство, мы не творим правды Божьей, мы не сможем ее сделать, потому что Бог не будет нас слушать в этом понимании, а разве Бог не гневается, вы скажете, мы читаем в Писании, Бог же тоже выливает свой гнев на всякое человеческое действие, он клялся в гневе своем, что не войдут в обитованную землю, или что-то еще в этом роде, а разве Богу не сущный гнев, сущный гнев, но вы посмотрите, если его, этот гнев, он открывается тогда, когда он долготерпелив был, вы послушайте внимательно, у Бога есть долготерпение, и написано, что гнев был, мой гнев был потушен, понижен, Бог хотел, чтобы каждый из нас могли контролировать свой гнев, и гневаясь, он перед гневом, он утешался на людей, наставлял его, как бы я хотел сегодня сказать вам, что я победил гнев, вот хотел бы сказать, хотелось бы, знаете, написать эту проповедь, сказать, знаете что, все возможно верующему, я первый из них, который победил этот гнев, и рассказать вам, как это делается, шаг 1, шаг 2, шаг 3, как обуздать гнев, я скажу так, что я не победил гнев, хотя, моя жена, можно сказать, он весьма терпелив, когда я собираемся куда-то, я немножко, как бы, опаздываю, он всегда стоит рядом, но я стою, потому что я уже, она пробегает мимо, говорит, не смотри на меня так, я уже все поняла, и тут начинается, падает что-то там, еще что-то падает, и говорит, выйди, я не могу сконцентрироваться, пока ты здесь стоишь, конечно, потому что внутри меня, искры, я здесь лежу, что я победил это чувство, поэтому мне, как и вам, и мне нужно покаяние, только лишь раскаянное сердце перед Богом способно дать возможность то, что мы переживаем, передать Богу и с Его миром получить ответ, тогда этот гнев может перейти в добро, гнев может перейти в добро, каждый из нас, знающий Бога, не может смириться с грехом, правда? Мы не можем смириться с грехом, мы также не можем смириться с тем, что происходит вокруг нас, поэтому мы чаще всего называем гнев еще праведным гневом, который вокруг нас, мы называем праведным гневом то, что мы с чем не можем смириться относительно Писания, когда мы находимся в праведном гневе и нас беспокоит некая проблема морали общества, тогда огонь праведного дела должен быть сильнее разожженной. Что я имею ввиду? Помните, мы сказали, что гнев, который внутри нас, он либо высвобождается, либо то, что мы внутри мы держим. История интересная происходит Марка 4 глава, где фарисеи пытаются найти в Ишуа какие-то изъяны, какие-то представить ему претензии. Пятый стих, откройте, пожалуйста, если там есть Марка 4 глава, 5 стих. Есть у вас в Библии? есть момент, где было исцеление. возрев на них с гневом, скорбя об ожесточенном сердце их, говорит тому человеку, протяни руку твою и протянул, стала рука его здоровой, как другая. How? Ишуа что сделал? Разгневался. А разгневался на что? На то, что другой человек больной? Он разгневался на ожесточенное сердце тех людей, которые искали, как ему досадить. Этот гнев, который произошел внутри, это негодование, Ишуа повернул в праведность. Он сделал доброе дело. Он исцелил человека. никто из нас не застрахован от чувства гнева. И поэтому Библия говорит о том, чтобы гневая не согрешайте. А чтобы не согрешить, нам нужно сделать противоположное греху. Праведность. Ишуа, переживая негодование, гнев, он на реакцию людей, то, что они были жестоки, они были несправедливы в ситуации, он поворачивается к тому, кто нуждается в исцелении, говорит, хочу, чтобы ты исцелился. Я знаю людей, которые в нашей общине работают с детьми, ходят в детские дома. Они не могут смириться с нормой нашего общества, что у нас много бездомных, детей, которые не имеют семьи, которые брошены, которые в условиях тяжелых возрастают в этих детских домах. Для них это не норма для ребенка быть вне семьи. По этой причине у них есть желание несмирение с тем, что такая ситуация происходит в обществе. И они не идут к какому-то начальнику, не стоят с плакатами, спасают сироты и так далее. Они сделали другое, свой гнев, свое несогласие. С такой позиции наших детей они превратили в другую сторону. Взяли на поруки детей и потом усыновили. есть разница между теми людьми, которые не согласны с такими пороками нашего общества, как наркомания, проституция, с теми людьми, которые умирают от спида и нуждаются в помощи. Эти люди не согласны, внутри не возмущены, они гневливы на то общество, в котором люди выросли, что происходит, почему так происходит, как грех их увлек и они не стали кричать спасай, давайте мы что-то будем делать, не делали бунт никакой, они сделали наоборот, они говорят, мы пойдем к этим людям, поможем им словами, финансами, мы будем устраивать репцентры, мы сделаем обратное свой гнев и не на обстоятельства, они превращают в любовь и действие праведности, каждый из нас мы переживаем этот гнев, каждый из нас мы чувствуем себя частью, может быть, общества, которое находится в состоянии протеста, но я хочу сказать, сегодня для нас настал правильный день, день праведного гнева, сделать решение изменить обстоятельства, которые послужили бы на добро, если мы будем делать добрые дела, менять жизни людей, тогда огонь праведного гнева не сможет быть угощенный, мы сможем изменить этот мир, поменять людей, их обстоятельства, пускай гнев праведный, который внутри нас, не согласен с греховной структурой людей, поможет нам сказать людям слово, и они примут Ишуа Мессию, изменит свою жизнь. Общество говорит так, что часть общества это семья, или ячейка это часть общества, если разрушить ячейку семью, семьи, разрушится вся страна, слышите, нет? Мы часто говорим о гневе, и честно скажу, я неправедный человек. Было такое обстоятельство в наших с пацанами отношениях, они пацаны были, подростки, 19 лет, 18 лет, 16 лет, и мы спорили. Я помню этот момент, когда их действия настолько меня разозлили, честно, я скажу так, что я выплеснул этот гнев так сильно, что до сих пор они говорят, папа, это было довольно страшно. спросите его, он улыбается. Я сказал себе, так нельзя, как пастор, тем более, я не сдерживаю себя, потому что пастор и служитель. Понимаете, как человек, я понял, что если не обращаться к Богу с этими ситуациями, тогда наша семья, в которой мы, расти наших детей, наши отношения, они будут разрушены. Мне пришлось потом с ними сесть и попросить прощения за мой гнев. Я спросил, как мы можем с вами общаться, чтобы, например, мое плохое настроение и ваше какое-то дерзкое поведение не сталкивались лбами, так, чтобы, знаете, как говорится, искры летели. Мы договорили, давай мы просто будем общаться, будем просто взрослыми людьми. если тебе не нравится то, что мы делаем, скажи. Будем понимать. Есть, я прощаюсь сегодня к мужчинам. Мы как главенствующие в своих домах, мы не можем дать себе такую привилегию быть гневливыми. Мы не можем позволить себе эту роскошь такую, как ярость, раздражение, крики, там, еще какие-то вещи. Мы не можем себе позволить. Это величайшая роскошь. Но если мы хотим иметь наследие, которое не будет убегать от Бога, потому что сравниваем с отцом, с матерью, тогда нужно изменить свои отношения друг с другом. Есть гнев, есть это понимание. Я помню, что у нас было с Татьяной такой тяжелый разговор, мы общались, я вам скажу так, честно, мужчины могут согласиться со мной, когда женщина говорит, любимый, надо с тобой поговорить, сразу понимаешь, так, где мои складки, свой весь гнев, упаковать это в какой-то момент. Да, вот, и это не секрет, да, такой вот, что мы имеем какие-то переживания. Я помню, что в таком вот состоянии я понимал, что я уже что-то не могу себя сдержать, контролировать, хотя это не по мне. Я взял какую-то вещь, швырнул ее, потом думаю, какой же я идиот, что я делаю, почему это должно так сильно меня раздражать. И я обратился к Богу, чтобы Он изменял меня. Вы сказали, у нас пастырь такой вот гневливый, там дома он такой классный здесь, а там дома наверное что-то делает. Это было несколько раз в моей жизни, но эти несколько раз они остались отпечатком для меня, потому что я переживаю. Я переживаю за мое отношение с Богом, насколько Бог хочет со мной общаться, потому что и моя жена, и мои дети, за них также умер Мессия, как и за меня. Причем здесь они? Причем здесь другие братья и сестры, за которые умер Мессия? Вы слышите? Нет. Мы иногда из-за того, что общество так себя ведет, мы позволяем себе роскошь гнева, раздражения, ярости. Не должно быть так. Выход один. Независимо он интерверт или астрверт, внешне или внутренне. Один ответ. И это вначале Варашид сказано. Если ты не делаешь добро, когда ты гневаешься, тебя расстроило что-то, но если ты не делаешь добро, тогда дьявол захочет забраться в твою душу и разрушить, заполнить ее, сделать ее бесценной и неважной. И ты чувствуешь себя, что ты поражен. И Шуа сделал вывод. Да, он разгневался на людей, которые были бесчувственны, не имели с ним какого-то отношения, но он взял и обратился к тому, кому нужна помощь. Он помог. Мы можем иметь праведный гнев или греховный. Гнев он, гнев есть, но лучше я скажу, что если у нас есть праведный гнев относительно каких-то обстоятельств, с чем вы не согласны, что не по Писанию, тогда сделайте праведное дело, а не пойти кому-то высказать все в своем гневе и вот так. я приглашаю сегодня вас к левопреломлению, потому что все, каждый из нас виновны в этом грехе. Здесь нет ни одного человека, который бы не прошел гнев. Вопрос как мы его выразили? Как мы его воплотили в этот гнев? Словесно, рукопашно, с каким-то, может быть, замыслом, гадости какой-то. Или же мы его обратили в благо? Посмотрев на ситуацию, мы сделали добро. А так тяжело. когда на вас ваш сосед вам натыкает, а ты потом возьмешь ему торт и скажешь спасибо тебе большое, хороший урок. Внутри кипел, сделать ему каплю, а подарил торт. мы знаем, что мы делаем. Хотите быть подобных мессии, хотите называться христианами, посмотрите, что делает Ишуа, и поймете, что гнев человечек по плоти правда не творит. А если ты хочешь, чтобы творил, делайте добро. А еще возьмите пример. Никто из нас не заслужил спасения. Гнев Божий был на все человечество. Написано, что он сменил свой гнев на милость. Гнев он повернул на милость. И что он сделал? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Динародного, дабы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечно. Заслужили мы гнев Божий? Вау! Поверьте, мы были еще те дети. Но он свой гнев обратил на милость, отдал Мессию за нас. Не должны ли мы делать так же, обращать свой гнев, который у нас есть, свою ярость, может быть, свои негодования, раздражения, чтобы сделать милость. И делая это, мы будем называться по-настоящему детьми света. Я знаю, что это сложно, но это возможно, когда мы обратимся к Богу. Сегодня у нас хлебопреломление, это хлебопреломление, будет не прощение грехов, или там мы пожелали за Господом, прости себя согрешения, а больше сказать спасибо. что я заслужил больше, а ты мне дал милость. Я недостоин. И участие хлебопреломления означает то, что вы принимаете то, что Бог сделал для вас. Удивительно? Мы сейчас станем все на наши ноги. В первую очередь я хочу обратиться к тем, кто, может быть, никогда не принимал Ишуа личным спасителем. сегодня это время для вас. Он свой гнев за наши поступки и преступления обратил в милость через Ишуа Мессию. И Он хочет, чтобы мы примирились с Ним. Простым действием, осознав, что если бы не Его милость, не спасся бы никто. Пригласить Господа и Бога нашего Ишуа Мессию в свое сердце поверить в то, что Он действительно пожертвовал собой за нас и сказать спасибо, что ты свой гнев обратил в милость. Приди в мое сердце, приди в мою жизнь, измени меня, дай мне быть похожим на тебя воистину и всякий гнев, который во мне, пускай обратится в благость и в любовь.